Вы находитесь в Большом Зале Наука, главном здании Российской Академии Наук. Здесь во вторник, 18 декабря, будет полный зал. Весь состав Академии, здесь еще 10 человек, академиков и членов-преспондентов присутствуют. И это общее собрание Российской Академии Наук будет просвещено науке о прошлом, исторической науке. Для нас это, в целом, для страны, один из заключительных аккордов, завершающегося года российской истории. Надо сказать, что мне кажется, что мы его провели достаточно достойно. Хотя указ был на обводе российской истории известен президентом Дмитриевичем только во дворе, и уже никаких бюджетных средств не было. А впервые идеи прозвучало на нашей встрече, на встрече историков с президентом, в лету прошлого года, в Владимире, тогда же идея создания российского исторического общества и объявления к код истории, была она высказана, поддержана и реализована. Это очень подушевляемое, и это, конечно, одно удовлетворение для нас, профессионалов, которые посвятили свою жизнь или исследованию истории, или преподаванию истории. И несмотря на то, что среди критических технологий, действительно, фундаментальных направлений развития науки в нашей стране отсутствует гуманитарное управление, кроме того, связанное с экстремизмом, терроризмом и конфликтами, тем не менее, мы считаем, и, по-моему, это общее мнение, а в том числе и сегодня выраженное ежегодно познание президента, что наука о прошлом – это важнейший компонент нашего эмоционального сознания. И без этого нет приемственности, без этого нет представления, кто мы есть. И говоря уже о том, что именно в прошлом мы очень часто черпаем тот энтузиазм, ту уверенность и гордость, национальную гордость за те достижения, которые были в прошлом. Особенно в области культуры. Невозможно представить современную цивилизацию, современного образования человека, который бы не знал имена Чайковского, Толстого, Достоевского, Чеховского, Станиславского и многих-многих других. То есть наша российская национальная культура – это часть мировой культуры. Русский язык, безусловно, входит в число мировых языков, хотя численность его носителей за последние 20 лет значительно уменьшилась, но все равно это один из мировых языков. И, конечно, нам нужно знать в прошлом не только победы и достижения, но и те драмы, трагедии, которые случались в истории нашей страны или мира, и невозможно воспитать ответственного гражданина без того, чтобы он не знал, что такое Родина, каково ее прошлое, какие выдающиеся герои были в истории, а также какие случались трагедии в истории, в частности, нашей страны, или в мировой истории, такие как фашизм или глакост. И в этой связи хочу сказать, что в Российской Академии Наук история на достойном месте, в нашем отделении, оно когда-то было отдельное отделение истории, но тут уже 10 лет мы совместно с филологами, отделение истории флотических наук, но у нас 18 институтов исторического профиля, в том числе такие ведущие, можно сказать, маяки, как институт Всевышней Истории, украинца Александра Градьевича, институт Российской Истории, институт Востоковедения, институт Славяноведения, институт Археологии, наш институт одного дня пропологии Николая Николаевича, Виклуха, Маклая, 80 лет были прозваны в Крадах до будущего, и многие другие, санкт-петербургские вузы, крупные институты исторического профиля в Новосибирске, в Екатеринбурге, Дагестане и других наших центрах научных. В целом мы оцениваем примерно около 5000 профессиональных историков, в том числе и академических учреждений, и всего около 40 тысяч профессиональных историков, которые имеют степень и доктора, и кандидата наук. Это мощный отряд коммунитарий, интеллигенции. Как раз сегодня президент говорил о роли, поднять роли значения местной интеллигенции. Я помню, когда я первый раз приехал в Мексику, и был в каких-то деревнях, и был в исследниках, который был, там все время звучало слово «профессоры», «профессоры», «профессоры» на испанском, для местонаселения, это были школьные учителя. Все школьные учителя там называются профессоры. Поэтому вот это внимание, которое было в прошлом, которое, может быть, ослабло в последние времена, я сам был в семье школьных учителей в Уральском городе, и помню, что, может быть, не самое высокое и достойное место это было тогда учителей, но все-таки он был достаточно уважаемым. Оно должно вернуться в наше общество, несмотря на то, что в последние годы появились целые комфорты, новые социальные слои, новые профессии и многие другие люди, которые претендуют и на звание, и на власть, и на прочие сюжеты. В нашей, в Российской Академии Наук, есть одна очень важная функция, важнейшая функция – производство фундаментального знания исторического. Вы знаете, без вот этих кирпичей, которые добываются тяжелым трудом, историков, в архивах, в экспедициях, если вещь идет о архивологах, не появится потом и учебниках, и фильмов, и исторических тем. Поэтому нужно с вниманием относиться к работе профессиональных институтов, академических. Они нужны, необходимы. Потому что высказывают в последнее время идеи, что они свитили вообще гуманитарные институты вместе с вузами, тем самым укрепить вузы и так далее. Думаю, что это посмешная идея. Да, действительно, в ряде странах, в западных странах, нет такого значимого разделения академической налогии и вузовской университетской. Но в то же время тоже институт Макса Планка или там институт социальной антропологии и другие исторические институты существуют, где они занимаются только исследованиями. Поэтому мы стоим на том, чтобы академия наук сохраняла, академия наук сохраняла профессиональная историческая наука. Вы посмотрите, всемирная история. Два третьих, три вышло тома, я забыла. Три, два, два тома вышло. Сейчас двадцать третий том вышел в нашей серии народной культуры по народу, в основном, в России и странах бывшего СНГ. Исторические институты готовятся. Уже в проектах существует 20-томная академическая история России. Ведь это же все крупные и большие проекты, они под силу даже не одного института, а целые привлекаются все институты. Это общий труд. Порой сотни авторов присутствуют. А если говорить о энциклопедии, то, наверное, даже больше. Это первое. Второе. Российская академия очень важная и функция, мы ее будем продолжать выполнять. Это экспертиза школьного учебника. У нас существует, так сказать, грифование, если хотите. У нас существует в Академии наук комиссии по школьным учебникам, возглавляемой одним из вице-президентов. У нее есть подкомиссия по истории обществоведения, и все учебники проходят экспертизу через эту комиссию. Это очень важно. Были, может быть, какие-то недостатки, бывают такие моменты, скажем, может быть, формализма, но это очень важная вещь, это очень мощный, важный фильтр, когда профессиональные академические специалисты, историки, говорят, да или нет, или советуют что-то исправить, указывают ошибки, прежде чем в учебник пойдет с грифом уже массового терпения. И еще один момент, который я хотел бы отметить, он связан даже не с историей, наверное, с обществоведением. Все-таки именно историки преподают предметы обществоведения, обществознания, и об этом нужно говорить. Общество изменилось. То есть фактически мы живем в сравнении в 1991 году в другом обществе. И системы экономики, и системы политической власти, и очень много организации культурной политики. Есть система морально-нравственных ценностей, несмотря на некоторые вещи, которые идут из глубины, из приемлемости, традиции, еще ищательно важны, но пришло что-то новое, что-то порой не измечает, недостаточно учительное. Вот учебники общества знания, о чем он говорит, потому что был приглашен редактировать одну из новых серий обществознания. Считаю, что это очень важная задача наша совместная. Они должны быть достаточно интересными. Там ученик должен найти ответ на какие-то очень простые вещи. Возначение, что такое семья, что такое здоровье, как нужно относиться к здоровью, что такое страна, что такое закон, что такое хозяйство, деньги, как их тратить, время препровождение. Ну, это не такие фундаментальные вещи. Я уже не говорю о том, что такое государство, власть, филологика и так далее, и так далее. Большая и малая родина, внешний мир. Эти вещи, конечно, через систему учебников по обществознанию в значительной мере дополняют то, что мы получаем из учебников по истории. И последнее, что я хочу сказать, уже здесь у меня такая родилась идея. Мы откроем сайт на нашем отделении. Смотрите наш сайт. Понравилась мне эта заключительная фраза. Смотрите наш сайт. У нас в отделении работает для Болея Борисовича Мерхавта, который в многих год был редактор, потому что он остается редактором известного, очень авторитетного журнала преподавания истории в школе. Или замок с главным редактором. И вот те новые книги, интересные книги, которые у нас появляются, а порой тираж, книга торговая и прочее у нас сегодня в кризисе или вообще в ракуре, то мы, конечно, постараемся эту информацию, а может быть, и полнотекстовые документы ставим на наш сайт. Вот сейчас в связи мы провели целевой конкурс по поддержке РГНФ 1150-летия Российской государственности и 200 лет войне 12-го года. И издано 10 книг новейшие знания, новейшие открытия, новейшие достижения историков по этим проблемам. И, конечно, мы проинформируем вас и будем информировать о том, что историки не должны преодолевать этот барьер, сохраняя и достоинство мест учительства, и достоинство мест профессиональной и академической науки. Спасибо.